Здорово всем! А вы знаете, что он такое склеп? Склеп. Я думаю, те, кто играли в Warcraft, знают. Но вот я впервые в жизни сейчас его увидел своими глазами. То есть, смотрите, сейчас я нахожусь на главном кладбище Украины. Оно называется Байково кладбище. То есть, кто живет в Украине, наверняка хоть раз слышал такое название. То есть, когда хоронят какого-то там известного челика, его хоронят на Байковом кладбище. Вот смотрите, вот это склеп. Вот это склеп. Выглядит он, конечно, очень масштабно. То есть, если там умрет обычный челик, его просто похоронят вот так. Обычные могилы, там обычные памятники. А может даже не поставить. То есть, я думаю, вот такие, как мы там, хиканы, социофобы. Они никому не нужны, никто даже нам не будет ставить памятники. Но уважаемым людям ставят вот такие здания, склепы. Их здесь очень много. Я постараюсь показать вам как можно больше. Ну, то есть, обычно кладбище, я думаю, хоть раз видел любой человек. А вот именно склепы вы не увидите там в своих мухосрансках. То есть, это удел только больших городов. Вот сейчас мы находимся в Киеве. Вот еще один какой-то склеп. Склеп. И это название не имеет ничего общего там, вот опять же, с Варкрафтом там, с Зекуратом. То есть, все это, я не знаю, как оказалось в Варкрафте, но это вот реальная жизнь, реальная жизнь. Ну, точнее, реальная смерть уже. Этим людям они уже не живы. Но, тем не менее, вот, смотрите, даже мусорка здесь есть на кладбище. То есть, обычно же говорят, там нельзя ничего оставлять на кладбище. А вот мусорка, это же тоже считается кладбище. Если он, по сути, выкинет им туда что-то, то, значит, это плохая, но примета. Ну, точнее, так считают многие. И вот, смотрите, еще один склеп. Не знаю, с чем там. Очень старые надписи. Но, точнее, вот, кто знает историю, наверняка там, историю Украины там, наверняка, увидят так какие-то знакомые имена там. То есть, смотрите, мне эти имена ни о чем не говорят, но так как я очень плохо учился в школе, не только в истории, а вообще во всех других областях. Смотрите, вот, там какая-то дверь есть. Ну, зайти сюда не представляется возможным без нарушения уважения к этому человеку. То есть, там нету прямой дороги, но для чего эта дверь сделана, непонятно. Возможно, это чисто для родственников сделано. А возможно, чтобы туда заезжал вот этот трактор. То есть, смотрите, даже трактора здесь есть. Это, конечно же, очень удивительно. И я прошел сейчас вот. Это кладбище очень большое, очень большое. То есть, его площадь 70 чем-то гектар. То есть, кто не знает, гектар это, если не ошибаюсь, тысяча километров. Ну, то есть, его площадь 72 тысячи километров. То есть, это фактически как, ну, пол, там, Москвы. Ну, не знаю, насколько это правда, вот. Потому что гектар может обозначать и что-то другое. А вот, смотрите, челик, ну, какой-то слава Украины. Может, это депутат, ну, какой-то. Плющ Иван Степанович. Вот, кто знает его, кто знал, возможно, кто жал там им руку, но при жизни, напишите, кто это. Ну, мне это ни о чем, опять же, не горит. Здесь даже подписи, их неинтересно, как они их сделали, после того, как уже, ну, так сказать. То есть, автограф на памятнике оставили. Здесь церковь вот такая. Заходить к нее, ну, там нужно. Одежда специальная, я не буду, наверное. Иначе это будет неуважение. Вот, смотрите, еще один склеп. Ну, это тоже какой-то разваливающийся. Разваливающийся. Вы, наверное, спросите, а почему это главное кладбище Украины, ну, выглядит в таком выпадочном состоянии, да потому, что никто эти деревья не спиливает там. То есть, ну, как я понимаю, никому это не нужно. Хотя вот кто, кому интересно, ну, похоронить здесь человека очень дорого. То есть, здесь нереальные суммы. Там у вас, я думаю, большинство, в том числе и я, никогда в жизни не насобирают. Вот, даже вот на обычной земле, здесь вот, аренда стоит очень дорого. То есть, это же самый центр Киева, как-никак. Земля очень дорогая. То есть, вот здесь оно все заросло уже. То есть, ухаживает, мягко скажем, не очень, ну, приятно. Не очень, там, ответственно. Хотя, ну, там уборщицы сидели, но что они тут делают? Ну, хотя уборщицы, там, вот такие 70-летние бабки, они, наверное, не поднимут бензопилу. Так вот, это кладбище делится, там, на старое, на новое. И я не знаю, вот где оно какое. То есть, вот смотрите, самолет летит. То есть, вот эти склепы, это, скорее всего, старая часть. Хотя, не знаю, может и нет. То есть, здесь похоронены известные люди, такие, как, там, Лесья Украинка. Или здесь, или во Львове. Я читал, но так и не понял. Вот, там непонятно написано. Ну, Лесья Украинка, вот кто не знает. Сейчас, вот, по уровню машины, могли, ну, как бы, ну, понять, что, да, здесь похоронены небедные люди. Возможно, этот человек приезжал, ну, проведать, там, у какого-то своего вмешанного родственника. А это уже такие обычные, ну, в памятнике. То есть, здесь ничего такого, никаких архитектурных излишков. И вот на кладбище есть дороги, на которых ездят машины. То есть, многие скажут, да они же ездят там по... по людям ездят, но... Ну, как вы понимаете, вот, батыли люди, они же не будут пешком ходить. Ну, так что, вот, смотрите, даже здание какое-то, вот, напишите, хотели вы жить в том здании напротив кладбища? Я думаю, ответы будут, ну, ну, короче, 50 на 50. Одни скажут, можно там, ну, привидений с бинокля наблюдать, там, ну, призраков. А другие скажут, да, страшно, там, очко сжимается. Кстати, дорогие друзья, это одно из немногих видео, в котором вы не услышите ни одного мата. Ну, потому что я человек достаточно религиозный, ну, поэтому, если тут вот спернасловит, то это будет неуважение, в первую очередь, к религии, к Богу. Ну, то есть здесь вот... И это, кстати, ну, православное кладбище, соответственно. Это, насколько я знаю. Вот, смотрите, есть даже вот такие могилы, которые уже упали, никто их не восстанавливает, возможно, родственники этого человека уже, ну, тоже где-то здесь лежат, соответственно. Они не могут вот встать там, ну, потому что, идея, может быть, очень далеко там, они могли быть похоронены в другой части кладбища. Но я думаю, все же они должны чувствовать, вот, что их родственники похоронены здесь. И вот, смотрите, вот, впервые за несколько метров вот такая статуя среди обычных вот могил, среди обычных могил. Не знаю, что это за челик, вот, там даже надписи уже стерлись, заросли. Вот, кто, возможно, видел вон когда-то, напишите. И по датам вот вы можете наблюдать. 961-й, 98-й, 2017-й. Ну, это, ну, конечно же, общая могила была построена явно не в 61-м, скорее всего, 2017-м. То есть, бывает такое, что хоронят там одного челика, он умирает, а потом туда еще докладывают его родственников. ну, то есть, семейная могила, можно сказать. А вас, наверное, интересует, вот, возможно ли так вообще, чтобы вот хоронили там. Ну, а, например, вот, ну, когда заходишь в Макдональдс, там, ну, туалеты вот там разделены на женские, мужские. Ну, здесь вот они же похоронены не в одном гробу, то есть, они похоронены лишь на одной площади в разных гробах. Ну, так что, это не считается там ну, какой-то, ну, как там, сексизм там, толерантность там равноправия. Вот смотрите, вот здесь он прошел, там уже выхода нету и входа, ну, тоже нету. То есть, это кладбище вот так разделено на такие ветки, можно сказать, как у дерева, вот так вправо-лево. вот это я сейчас зашел вправо, оно очень большое, то есть, как я уже сказал, 72 гектара, 72 гектара очень много. Ну, вот, кто знает, напишите, что такое гектар вообще. В моем понимании, гектар это тысяч километров. Ну, что-то, мне кажется, это не совсем может быть правдом, потому что я углил, площадь Украины, там, 300 тысяч. То есть, оно же не может занимать там одну, пятую площадь Украины, ну, потому что тогда было видно прямо на карте, на глобусе, там, но я вот смотрел, его не видно. То есть, его видно, его не видно даже на карте Киева, вот, ну, полноценно. То есть, кстати, многие используют это кладбище просто, чтобы, ну, пройти, вот, скоротить путь, напишите вот сами. Это нормальный вот способ использования этого кладбища. То есть, обычно же на кладбище приходят, чтобы там, ну, увидеть своих родственников, там, ну, ну, посмотреть. А эти люди, ну, просто без какой-то цели ходят. Ну, то есть, хотя могли обойти, обойти могли. Я, кстати, до сих пор кашель. Вполне возможно, что совсем скоро я, ну, тоже, там, умру от осложнений и я окажусь здесь. Ну, здесь вряд ли, конечно, потому что здесь очень дорого. Вот, смотрите. Так, 1895 год. То есть, опять же, это здесь много чиликов похоронено и явно эта постройка не 1895 годом, потому что тогда еще наука была на таком месте, что не было там ни гранита, ни цемента. Я думаю, ой, тут, кстати, в гору он поднимается, и у меня сейчас одышка уже фактически очень тяжело, очень тяжело. Представьте, как сюда приходят какие-то 70-летние бабки, то есть, им вообще нереально подняться, поэтому многие вот на машинах там ездят, но у меня машины нет, а на велике сюда заехать, вот, если бы у меня был хикан-мобиль, но его уже нету давно, как вы знаете, то я сюда вряд ли смог заехать, то есть, здесь нужны там очень сильные ноги. Конечно, вот, по вот этим фотографиям, возможно, это даже не фотографии, а портреты нарисованы, сложно определить. Люди очень, ну, похожи между собой, я думаю, вы бы не отличили там кого-то, ну, Пушкина, от обычного какого-то ноу-нейма, то есть, здесь оно, ну, так сказать, неотличимо. И это уже вот, такая часть кладбища, обычная, какую видели, наверное, большинство людей, хотя вот что-то непонятное, смотрите, здесь, наверное, похоронены, не знаю, кто, а, вот, здесь, короче, тех, кто похоронены, тех, кто воевали, вот, деды воевали, так сказать, и что самое интересное, вопреки декоммунизации, здесь не убрали вот эти флаги Советского Союза, то есть, не знаю, с чем это связано, возможно, как бы, не сстали, потому что могла бы быть там, ну, какая-то ответная там карма или что-то такое, то есть, здесь эти памятники, ну, похоже, вот, знаете, как смотрите американский фильм, и там, похоронены вот люди, вот в Америке людей хоронят так, то есть, там у всех одинаковые невзрачные памятники, без фотографий, чисто надписи, вот, смотрите, здесь вот написано, я думаю, вы додали, что-то написано, даже тех, кто не знает украинского языка, да, вот, вот это как-то выглядит аккуратно, так, то есть, здесь убирают, наверное, и самое главное, вот здесь не заблудиться, потому что я изначально хотел запустить стрим, но у меня ничего не получилось, потому что интернет здесь абсолютно не ловит, ну, из-за деревьев, возможно, там из, если учитывать какую-то мистическую составляющую, возможно, души умерших там не разрешают, так что мне, ну, придется записывать, вот, чисто чем-то на Янко и чем-то похож, ну, опять же, это ничего не значит, потому что опять же, эти лица сделаны из гранита, из гранита сделаны, там у чилика фамилия была Зебров, вот, я знаю в Украине одного чилика с фамилией Зебров, то есть, единственное, что я увидел, вот, знакомый, но он еще жив, он еще жив, вот, Аня, это не Зебро, это Зерол, в общем, вот такая, тут огромное количество фамилий, там, в том числе, неукраинских, неукраинцев, здесь, я думаю, похоронены иностранцы, то есть, если они умерли по какой-то причине там в Украине оказались, что, естественно, их там доставлять домой никто не будет, ну, кому это нужно, ну, и они сказали, вот, давайте мы похороним тут, а потом вот, ну, будем, ну, приезжать там раз в год смотреть, ну, если это же иностранцы, у них там финансовое положение, ну, позволяет приезжать там хоть каждый день, зарплаты, ну, так сказать, не такие, как в СНГ, и вот, опять же, вот, я иду обратно, потому что там, как я понял, ничего интересного уже нету, самое интересное было внизу, там, склепы вот эти, и лучше, наверное, вернуться к ним, вот, чтобы, ну, показать вам, то есть, на это вы и дома сможете насмотреться, а это, кстати, вот, непонятно, что это, вода или, ну, канализация, то есть, для чего, непонятно, явно, что не умершие, вот, в туалет там ходят, и в каждой могиле там унитаз стоит, а для чего вот, возможно, есть у кого-то предположение, для чего это может быть, вот чисто интересно стало, вот, смотрите, есть нижний слой, как бы, а есть вот там выше, то есть, там, цепеньки, гора, у меня вот чисто, ну, так, любопытно, где же земля дороже стоит, то есть, в квартирах, вот, ну, как правило, ну, квартира на нижних этажах стоит дешевле, чем на верхних, потому что там могут ограбить, здесь, вот, такой угрозы нет, хотя, ну, таких неадекватных людей, везде хватает что-то, воруют там оградки, сдают на металл, но все же, вот интересно, где земля дороже, вот там вверху, вот там, смотрите, то есть, вот там вверху, там есть могила, могила есть, не знаю, не видно, у меня плохой зум, либо же, вот здесь внизу, так, и все же вернулся к вот этим склепам, тот раз, ну, когда я здесь был, примерно 10 минут назад, здесь стояла машина, она, естественно, очень ограждала, вот, обзор мне, машин здесь очень много, то есть, здесь реально, вот, встретить не только, известных мертвых людей, но даже известных живых, они приезжают там навещать, то есть, если вы там фанат, какого-то там, не знаю, группы, вот, ну, кроме, БТС, наверное, вот у вас есть шанс их здесь увидеть, смотрите, вот, это интересный склеп, ну, то есть, в моем понимании, склеп, это место, куда можно заходить, но здесь, вот, здесь у нас замки, и, в моем понимании, вот, склеп, это там, где есть, вот, ну, как бы, ты заходишь, там не в земле, а чисто вот, вот там внутри стоит гроб, так, и ты можешь открывать, вот его смотреть, там, то есть, это у меня, ну, такие ассоциации со склепом, не знаю, насколько это правда, вот, вот так выглядит склеп, это, ну, какой-то, вот, знак, вот этот, очень странный, мне напоминает, ну, ладно, лучше не буду говорить, но он мне напоминает, вот, в кельтской, но культуре, и Ирландия, там есть, ну, похожие, вот, символы, вот, напишите, мусор, кого я здесь склепа, это считается за неуважение, то есть, ее же поставили, уже после того, как чилика тут похоронили, и, наверное, эти люди не были за, чтобы это, то есть, там возникали споры, наверное, ну, почему именно возле нашего, почему именно возле нашего, то есть, чем мы направились, что мы же отдали там деньги, очень большие за место, а нам поставили мусорку еще, в общем, дорогие друзья, вот еще один, очень интересный, напишите, какой вам больше всего нравится, то есть, нам, к сожалению, придется, но только вот разглядывать чужие склепы, нам никогда не поставят, что там похоже, потому что мы неуважаемые люди, в отличие от вот этих уважаемых людей, да, вот такая, правда, жизнь, дорогие друзья, ну, правда, смерти, так что нам остается лишь наблюдать, вот такими величайшими натворениями архитектур, да, действительно архитектура, то есть, как я знаю, эти склепы, они строятся там по заказу, то есть, не так, что там, как дома, вот все там, хрущевки, сталинки, одинаково, они строятся именно вот по заказу, там, архитектор, работает эти все, ну, придумывает до мельчайших деталей, ну, то есть, да, вот такая сложная работа, и стоимость этого склепа, я думаю, вам лучше не знать, ну, потому что, кто вот узнает, вы, наверное, будете в шоке, будете в шоке, дорогие друзья, в общем, было такое видео, достаточно длительное, надеюсь, кто-то, хоть один человек из, там, одной тысячи подписчиков, ну, одной там с чем-то, досмотрел его до конца, если вы досмотрите до конца, обязательно напишите комментарий, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok